Во-первых, использование этого термина со стороны официальных лиц Москвы было нечастым. Вообще, выткопоставленные чиновники в Москве, я не помню, чтобы использовали этот термин. Множество связанных с московскими политическими кругами экспертов, конечно же, использовали термин «Загизовский коридор», причем как раз в понимании Баку. То, что еще раз подчеркивается неприемлемость этого термина для официального Кремля, это уже положительное явление, можно только приветствовать. Однако же требуется также разъяснение насчет того, что понимает Москва под разблокированием всех коммуникаций, поскольку устами своего министра иностранных дел, господина Лаврова, было заявлено, что через Суникскую область Армении дорога не может проходить такой же контроль, который проходит дорога из Азербайджана в Сичеван через Иран. Господин Лавров прямо сказал, что нельзя сравнивать эти два случая. Ну, почему же нельзя? Ведь и Иран является независимым государством, и Армения является независимым государством. Тогда в чем же разница, почему через Суникскую область азербайджанские грузы или пассажиры должны проходить по какой-то намного более привилегированной схеме, чем они проходят через территорию Ирана в Насичеване. Вот эти разъяснения, конечно же, требуются. Так что здесь не только мы имеем дело с термином «зангизурский коридор», но и со всем комплексом связанных вопросов. Сколько бы спорные не хотели, не видеть, но существует проблема этнической чистки Арцаха, в течение которого кредит доверия по отношению к Москве упал до нижайшего уровня в Армении. Это доверие нужно восстанавливать. Только лишь этими заявлениями этот кредит не восстановится. Это удовлетворительный процесс, который требует серьезных действий со стороны, конечно же, не только официальной Москвы, но и официального Еребаза. Но вот такая проблема существует, можно сказать, во всем армянском обществе. Потому что российские миротворцы, которые сегодня покинули Аджалинский аэропорт под аплодисменты азербайджанцев и азербайджанских военных, фактически не выполнили свою функцию защиты мирного армянского населения. Этот вопрос существует и будет существовать в мировоззрении армян до того времени, когда будут приняты совершенно другие серьезные меры по восстановлению доверия между сторонами. Я имею ввиду российской и армянской сторонами, между армянским народом и официальной Москвой. Сколько бы кто ни хотел, этот вопрос существует и будет существовать до того, как мы увидим более жесткие конкретные меры по поддержке тех договоренностей, тех договоров под взаимной помощи, которые подписаны и все еще юридически действительны.